Привет, друзья! Не потому я в женщинах хорошо разбираюсь, что я врач, художник, психолог, писатель, поэт, новеллы пишу, можете посмотреть на прозерок. Не поэтому, а потому что я психофизиолог. Я, например, знаю, по каким психофизиологическим причинам некоторые женщины любят мыть посуду, а другие нет. Или готовить обеды. Почему одни любят, а другие не любят. Я же в одном ролике рассказывал, что Агата Кристи все свои произведения написала именно «Моя посуду». И написал почему, и сказал почему. Потому что повторяемые движения снимают напряжение. Вода ещё и тёпленькая. И поэтому ей легче было думать, когда она делала вот эти повторяемые движения. У нас вот эти вот бесплатные ликбезы очень поучительные. Я просто иногда так не выделяю в рамочку, как картину, не обрамляю, как алмаз, не обрамляю. И поэтому только имеющие уши, да услышит, как говорится. Но это хороший фильтр для того, чтобы понимать, кто входит в нашу школу, человек будущего, хомофутурс, а кому ещё пока рано. И это хороший ещё способ для того, чтобы привлечь внимание. Потому что я иногда такие вещи рассказываю уникальные, которые просто некоторые люди мне говорят. Что да я же так всегда и думал, но почему-то я не додумывался до этого, что это так правильно. А теперь я понял или поняла, что вы так правильно говорите. И я говорю, слушайте, я для того, чтобы это понимал, что я прав, мне пришлось много лет прожить. И не потому, что я знаю много женщин, а потому, что я знаю женщин и мужчин, которые реагируют на мои произведения. И как они реагируют. И поэтому я понимаю кое-что. Поэтому я и создал метод «Ключ». Потому что это вот многосторонность позволяет получать обратную связь с очень многих людей. и высвечивать и им самим для себя, и для меня их грани. Это очень интересно, друзья. Поэтому чем больше вы будете заниматься любимыми делами, тем больше точек опоры. Вот я и рисовать люблю, я рисую, и писать люблю, и стихи люблю. Но если выспишься как следует, у тебя налаживается гармоничность, налаживается ритм гармонии по законам природы, которые складываются у тебя, образно говоря, в голове. И ты поэтому начинаешь говорить такие интересные вещи, как мои друзья говорят. И вот мы сейчас будем делать с Романом Газенко вебинар. Например, посмотрите, сейчас 1 июня в 20 часов по московскому времени. Это мое объявление такое. Вот чего я не умею, это делает Роман Газенко. Вот это я не умею делать. Вот он извлекает корни слов и может мне объяснить, и всем вам объяснить, почему, например, вот такое слово, как крепость, казнь или сказка, почему они так называются, почему эти слова так выражаются, и как, чтобы мы все правильно это понимали, потому что это очень важно. Вот я не умею извлекать смысл слов, потому что по мне так вот кажется, что спасибо сказать проще, потому что, мне кажется, когда стали говорить, что надо благодарю писать и говорить, это от кого-то пришло, кто-то так задал такую моду. Может, он прав, а может и не прав, потому что, когда говорят спасибо, может быть, это спаси тебя, Бог, типа моя благодарность тебе, спасибо, спаси тебя, Божий. А может быть, спаси меня от тебя, спаси меня, Бог, от тебя. Вот, ну это же раз, вы понимаете, как это интересно? Роман Газенко знает, потому что он профессиональный психолингвист, и он журналист, и много чего, и документальные фильмы создает, и много чего делает, и на каналах телевидения выступает, и так далее. У него тоже обратная связь очень большая с людьми, и поэтому он знает, вот поэтому у нас вебинар с ним ожидается быть очень хорошим, интересным и полезным, потому что есть вещи, которые, ну, как-то нам в голову не приходят, а мы этими словами пользуемся, а иногда вот некоторые люди на это реагируют, кто-то позитивно, кто-то негативно, кто-то скрывает из культурных соображений свои эмоции. Нас же учат сдерживаться, нас же учат проголокивать в знак согласия, а сам думаешь о другом в это время, ну да. Вот поэтому на этом вебинаре будут и приемы раскрепощающие, и чтобы объем внимания увеличить, и чтобы новое воспринимать без шаблонов мышления, чтобы было очень интересно, чтобы завлекательно и полезно, полезно, чтобы после этого мы могли улучшать и себя, и улучшать наши личные отношения, и улучшать мир в целом. Это очень важно. Поэтому там под роликом прикрепим коммент пригласительный такой. Нажмете и попадаете сразу, где какие кнопки нажимать. Прикрепим. Да, я так думаю, это будет очень интересно, друзья. Да, знаю я женщин. Также знаю и мужчин. И детей знаю. Потому что я уже прадедушка. И у меня уже есть правнук. Да, и у меня еще один правнук. Можете меня поздравить. До встречи. Продолжение следует. Продолжение следует.